Йо, привет, друзья, с вами Стэн Лютер и друзья, сегодня в видео мы открываем новую рубрику на моем канале. Перед началом не забудьте, что промокод Лютер вам дает 50 тысяч рублей на 11 сервере, а если вы еще не играете со мной на этом сервере, то вводите мой ник при регистрации, это мне поможет в создании новых роликов. Друзья, часто ли вы встречали в игре людей, которые попрошайничать постоянно деньги и обещают, что их потом вернут? Я, если честно, каждый день их встречаю, еще ни разу им денег не давал, потому что я не знаю, чем это может обернуться. Они очень часто просят очень большие суммы, я без понятия, как они вообще собираются их возвращать, если у них нет денег, чтобы просто заработать, поэтому они берут в долг. Ну, давайте попробуем, встретим какого-нибудь родомного человека, который будет просить в долг, и дадим ему в долг на некоторое время, и будем следить за ним, потому что мне выдали админские права, не все, я могу только следить за человеком, и я думаю, что этого будет достаточно, потому что я ему не буду эти деньги давать на неделю, на день, дам ему на пару часов, буду следить, что он будет делать с этими деньгами, и будем смотреть, вернет он их мне или нет, и потом в конце будем делать какие-то выводы, и будем либо наказывать, либо поощрять этого человека. В принципе, попробуем с ним в конце созвониться. Даю кредиты с процентами. Кто хочет процент с кредитами? Только вы должны будете вернуть. Боже мой, чё, я лучше отключу голосовой чат, а то мне страшно становится. Давайте отъедем, кто хочет в долг, за мной. Так, да, давайте, смотрите, как много уже желающих появилось, вы посмотрите, капец как много. Давайте Володе дадим, почему ее нет, он первый сказал. 5кк, гоу, ой, ё-моё, нет, чуваки, 5кк это уже слишком, это очень много, у меня сейчас всего на руках 9 миллионов, а если я ему 5 дам, и он мне их не отдаст, то я просто ни с чем не останусь. Давайте просто возьмемся за одного человека, остальных надо выгнать, потому что я не смогу сразу всем дать. Володя, скажи мне, сколько денег ты хочешь, и на какой срок? Я хочу занять у тебя 3 миллиона, и отдать 3,5. И как скоро ты мне планируешь возвращать эти деньги? Не, ну если он скажет неделя или месяц, да ну его в баню, я лучше пойду к тем. Через час. Это где мы можем заработать за час такие деньги, что ему нужны какие-то? Мне кажется, он просто мне нагревает, специально такие цифры говорит, чтобы я согласился, а сам смотается с ними. Я честно отдам. Давай так, ты берешь у меня 3 миллиона, и через час возвращаешь мне 3,5 миллиона. Хорошо. Окей, смотри, договорились, поехали в банк, я тебе переведу деньги. Дай мне свой номер телефона, чтобы я тебе через час позвонил. Давайте позвоним ему. Так, о, номер действующий, он меня не обманул. Все, отлично, тогда мы сохраним этот номер, будем потом ему звонить через час. Ну и все, я перечислил ему эти 3 миллиона, что он мне пишет. Спасибо огромное. Ну все, можешь уже идти, я время засекаю, через час увидимся. Я тебе позвоню, чтобы ты не вздумал даже сбрасывать. Значит, смотрите, у него всего лишь час есть, чтобы мне вернуть на 500 тысяч дороже, а он бегает по квартирам. Я не знаю, что он хочет. Так, я не понял, это чувак что, пытается сейчас словить квартиру или что он хочет? Да, смотрите, он просто пытается купить себе квартиру в гости, я не могу понять. Он что, реально сейчас возьмет мои деньги и просто будет их тратить? Вы посмотрите на этого горела овца, он ничего не смог себе споймать, я так вижу, потому что он оттуда вышел пустой, ни в какую квартиру не вошел. Походу он сейчас ее на БУ рынке будет искать, или куда он бежит, я не знаю. Вот наш Володя и подъехал на БУ рынок. Куплю квартиру срочно, продай квартиру. Походу наш Володя уже себе нашел человека, которого он купит. А я уже думал, что уже ничего не найдет, прокати до нее. Я беру, посмотрите на нашего малого бизнесмена, уже едет себе осмотреть квартиру. Я куплю, едем смотреть. На самом деле, пацаны, что-то такое же снимает в САМПе, я не отрицаю, но просто, знаете, там половина блогеров уже это снимает, и там все это норм. А в КРМП вообще никто. Сколько машина стоит такая? Два кака. Ничего себе, неплохое место. Какой этаж? Девятый. Тут их восемь. Хе, че за прикольный? В смысле, а как они нашли вместе одинаковый этаж, если их всего восемь, а не оба пошли на девятый? Че-то я вообще не вдуплил. Так. Цена. Предложи. Ты продаешь, твоя цена. Четыреста пятьдесят. Четыреста двадцать пять и беру. Не, ну чуваки, вы посмотрите, он прям торгашка Киа. Слушайте, хоть он и имеет три ляма, но за копеечку каждый все равно торгуется. О, четыреста сорок. Ну давайте, дойдите до четыреста тридцати. Чуваки, видите, какие цены у нас на одиннадцатом сервере? А вы еще играете на каком-то другом, где квартиры по два ляма стоят в южном. Чуваки, переходите сюда, тут по госту куча есть еще в других, как Бусаева, Луткарина, Бадырева и в других местах. Четыреста тридцать, все что есть. Окей. Кидай. Благодарю. На БУ отвези, Боже. О, Боже, он еще и на БУ хочет. Дай свой номер. Пять, шесть, семь, один, два, три. А зачем ему его номер? Я что-то вообще не до конца понимаю суть их отношений. Да. Молодец, Володя. На БУ, правильно, правильно, дом купил, машину купил. Скин себе купи, все что хочешь покупай. Мне то, что деньги-то не твои, можно тратить как хочешь. Ну вот, герой нашего сериала уже подъезжает на БУ рынок. Мне сейчас уже реально не смешно, потому что, если он захочет купить у него эту BMW, то он потратит, ну, большую часть оставшихся денег. Благодарю. Цена. Продам Camry, Full Tune. Твоя цена. Предложи. Твоя цена. Девятьсот пятьдесят. Девятьсот беру. Девятьсот тридцать. Край девятьсот тридцать. Не, ну, Володя, смотри, торгаш. И за квартиру заторговал, сэкономил. И сейчас и за тачку сэкономит. Дружище, девятьсот пятнадцать есть. Вот обманщик, у тебя же намного больше денег есть. Он говорит, что у него всего эти деньги есть. Но мне еще надо заправить, не покушать. Не, ну, правильно, правильно, молодец. Девятьсот двадцать. Вылазь. Все. Поздравляю тебя, дружище. Сейчас ты станешь обладателем машины, которую ты купил за мой счет. Лагонарю. Ну, знаете, уехал с Бу-рынка и то. Мне уже на душе легче. Он не будет себе покупать вторую машину. Что-то мне не очень хорошо сейчас, друзья. Посмотрите, в каком направлении он едет. Если бы он хотел бы поехать в Арзамас, он сто процентов поехал бы другой дорогой. Я не думаю, что он едет ставить тюнинг, потому что тут и так фул тюнинг есть. Только бы не в казино, пожалуйста. Хотя пускай едет, слушайте. Мне уже все равно. Побежал, побежал. Конечно же, куда еще? Куда идут все люди, которые просят бабки? Только туда. Го, пятьсотка. Предложил игру. Вот вы дураки. Слил. Лохи. Я так полагаю, он выиграл, раз он это пишет. Лохи. Какой-то он неадекват. Я первый раз вижу человека, который до каждого своего выигрыша или проигрыша как бы так сильно реагировал. Ну, знаете, хотя бы я смогу понять, что он там вообще. Содрал бабок с лохом. Не, ну конечно же, когда тебе бабки дали, ты самый крутой. Я тебя понимаю. Стой ты. Кого ты лохом назвал? Сколько ты денег заработал? Какая-то максимально палина. Тебе что надо? Сколько денег поднял? Много. А что, сык от нас сказать сколько всего? Небось пять тысяч. Сейчас мы его спровоцируем и он нам все скажет. Пять кака поднял. Че? Пять кака? Я не понял. Ладно, ладно. Короче, чуваки, давайте улетим. И я не знаю, когда я ему позвоню, наверное, он мне вспомнит. Походу он Нигза был или что, я не знаю, но он реально пять лямов поднял. Чуваки, посмотрите, я только хотел ему позвонить. И администратор посадил его в Диморган на 60 минут. Включи на красный свет светофора. Мне что, еще один час его придется ждать? Ну что, ребята, прошло уже больше часа, где-то уже час двадцати. Я думаю, что этот человек должен был еще давно выйти из тюрьмы. Поэтому мы сейчас ему позвоним и свяжемся с ним, чтобы он мне вернул мои деньги. Звоним на 567 123. Так, он в сети. Это уже отлично, потому что я не следил за ним. Звонок окончен. Да не, братан, никакая помощь не нужна, спасибо. Слушайте, меня что-то насторожило. Давайте еще раз позвоним. Ха, Володя, ты че? Ты че даешь, ты че сбрасываешь, а? А ну давайте посмотрим, как у него ID, потому что мало ли, вдруг он перезашел. Да, у нас есть всего лишь один Володя, и это ID 298. Если он не хочет со мной по телефону говорить, тогда я его встречу, я вам сейчас устрою. Ёма, конечно же он далеко. Он едет вообще в сторону Эдва. Короче, чуваки, нам надо по-быстрому его догонять, потому что нет, он это не делал. Что он себе вообще позволяет? Если я к нему подъеду, и он и в том случае откажется, то мы уже будем делать очень жесткие меры. Так, 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 передышка небольшая, потому что смотреть за человеком нельзя, когда ты находишься в тачке. Сейчас еще раз проверим, где он находится. Так, он что-то делал в банке развития. Все, он Ведовал, окей. Не дай бог он поедет обратно, то мне придется еще дальше за ним ехать. Так-то я его встречу, а так придется за ним круги наворачивать. Вау, ничего себе. Вот это стрела. Так-так, я пока что его по дороге не встречал, но вряд ли он сюда вообще едет. Давайте посмотрим, куда он едет. Так, он выезжает из Эдва. Пожалуйста, направо. О, отлично! Все, все, едем, едем. Сейчас я его встречу, а вот голубчик. Отвечать мне не хочешь? Все, я тебе даю последний шанс. Еще раз я тебе позвоню. Если нет, то жди тарана. Ну что, Володя? А, звонок окончен. Конечно, конечно. Ну, молодец. Я не думаю, что он будет ждать такой сюрприз по дороге. Он же вообще не знает, кто я. Он сейчас скоро узнает. Это он? Это он или не он? О-о-о, голубчик. А ну стоять, а ну стоять, я тебе сказал. Давай без всяких. Ты хочешь, я тебе тачку сломал? Смотрите, смотрите, а? Все равно не сдается, не сдается. Ты против кого пошел? Я на Кадиллоке. От гад, дальше. Ты ему вообще плевать. Он как будто меня не видит. Вот как я ему звоню, не видит. И сейчас. Все. О, главное, чтобы он не сдох. Мне с ним поговорить же надо. Ну все, ну все, ну все. Стой, стой. Стой, а то убью. Зачем бежишь? Остановись, иначе убью. Мужик. Подвези уже, не видишь? Не видишь, я занял. Что тебе надо? А ты что мне на звонки не отвечаешь, дорогой? А кто ты вообще? В смысле, ты забыл, у кого долг брал? Что он вообще угорает? Ничего я у тебя не брал. Слышь, Рыжий, тебе вообще напомнить, у кого ты час назад брал три ляма? Я видел, как ты в казино поднимал бабки. А ну возвращай, давай. Ты и так в плюсе. Это ты в казино был? Я тебя не узнал. Я не буду ничего отдавать. А ну стоять. Не, чуваки, сейчас садимся к отделам. Короче, предлагайте мне, что с ним делать. Потому что я его по-любому из-под земли достану. Пишите свои варианты в комментариях под этим роликом, и мы определим, что мы будем с ним делать. Мало ли, может он сделает какое-то постыдное дело, и я его прощу. А может, нет, я его не прощу, и мы кинем ЖБ. Ха-ха, молодец. Молодец. Иди сюда. Слушай, что он, куда он ушел? Где он плывет? Куда он плывет? Не могу понять. Он что, под мостом спрятался, что ли? Короче, чуваки, как я уже и сказал, пишите свои варианты. Продолжение следует. Вторая часть выйдет, когда мы наберем 2000 лайков. А, вот он, вот он. Ну ничего, сейчас мы за ним поедем. Субтитры сделал DimaTorzok